Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. Это был сложный блог, сейчас немножко отдохнём, так сказать, вернёмся к событиям на Украине. Воспримите, как юмор мои слова. Тем не менее, там новости такие. Жители Одессы, который вывесил на одном из домов в городе российский флаг и написал, что Одесса — это русский город, приговорили к 15 годам тюрьмы за ни много ни мало госизмену. И ему там вменяют, что он якобы работает на нашей спецслужбе. То есть человек просто не может исторический факт даже взять и вот так вот назвать. И логика у них настолько тупоголовая. То есть человек работает на спецслужбе, да, и поэтому он вывесил флаг. Вот так это работает по логике СБУ. С другой стороны, по последним заявлениям Зеленской, вообще мы страшные люди. Но дальше идём. Мы часто в этой студии сдаёмся вопросом, как вот этот вот весь нынешний абсурд, да, который мы слышим и от Зеленской, и вот по этим новостям из Одессы. Как он стал украинской реальностью? Почему вообще люди это видят и как будто бы считают чем-то более-менее нормальным и вписывающимся в реальную жизнь? И вот сегодня в нашей студии человек, который уже много лет пытается показать Западу, как Украину превратили вот эту самую анти-Россию. Режиссёр из Лос-Анджелеса, с автора знаменитого фильма «Украина в огне» Оливера Стоуна, Игорь Лопатёнок. Ему аплодисменты. Сейчас Игорь работает над новым фильмом. Он будет называться «Украина. Война и мир». Есть у нас фрагмент тизера. Давайте посмотрим и будем говорить. Сегодня Киев проснулся под звуки выстрелов. Протестующие под самодельными щитами идут на живой огонь. То, что мы видели здесь сегодня, было революцией. Во второй раз за десятилетие Украина свергла своего президента, нанеся мощный удар по России Владимира Путина. Мы считаем, что украинское правительство пришло к власти демократическим путём. Янукович, который поддерживал тесные связи Украины и России, бежал из Киева. Весь свободный мир с вами. Америка с вами. Я с вами. ЦРУ развивает фашистские активы на Украине уже 70 лет. У вас был Крым, который хотел отколоться. Президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма в состав России. Ситуация на востоке Украины стремительно обостряется. Поруби, Тимошенко, Аваков, Коломойский. Вот те люди, которые готовили бойню в Одессе. Мариуполь, вы выступаете за Донецкую Народную Республику? Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов назвал голосование шагом в пропасть. Господин Турчинов, который фактически начал войну, он несёт огромную ответственность за это. Он начал войну против собственного народа. Пётр Порошенко пообещал реформировать экономику и бороться с коррупцией. Его роль в протестах против прежнего режима придала ему вес и авторитет. Слава Украине! Слава! Он подаёт себя как кандидат, способный примирить восток и запад страны. У нас дети пойдут до школы и до детских садков. У них они будут сидеть в подвалах. Ну, это знаменитая фраза, на самом деле, да, что дети будут сидеть в подвалах. Также мы прекрасно знаем, как Крым, жители Крыма лишали света, воды и всего остального. Что делал киевский режим на протяжении последних, на всяком случае, восьми лет с жителями Донбасса. И как же удивительно теперь смотреть на то, когда они удивляются, что происходит у них. Игорь, забавная история была прямо перед эфиром. Я подошёл, поздоровался, и вы так тайно сказали, как хорошо, когда они не знают люди, кто к ним пришёл. Игорь, я вас знаю, потому что вы в наших эфирах уже участвовали. Это во-первых. Во-вторых, спасибо вам, да, за вашу работу. В-третьих, по поводу вот этого фильма. Основная цель. Кому этот фильм служит посланием? Кто его должен посмотреть? Что должен вынести? Я хочу начать, процитировав великого советского разведчика Вильгома Фишера, больше известного широкой публике, как Рудольфа Абеля. Когда в его предисловии к фильму «Мёртвый сезон» он говорит о биологическом оружии и химическом оружии, опытом, которым проводятся и ведутся работы в Америке и в Канаде, что задача всех людей мира раскрыть преступный замысел, потому что раскрытый преступный замысел делает само преступление по массовому уничтожению людей, живущих на этом планете. Когда я говорю массовому, я не говорю о тысячах, я говорю о миллионах, о десятках и сотнях миллионов людей, что как это не прискорбно входит в планы тех товарищей, которые нам не товарищи, которые на сегодня диктуют повестку и диктуют господину Зеленскому и все его клики, что ему делать. Вы говорите десятки миллионов людей? Я говорю о сотнях миллионах, миллиардах людей, об уничтожении большего части человечества и снижении популяции этой земли до 500 миллионов. Это как? Если вы знаете, что такое Global Reset, это слишком далеко от темы, давайте вернемся более активно. Глобальная перезагрузка условно. Глобальное уничтожение, геноцид людей, живущих на этой планете, потому что 500 миллионов, как считают либерально настроенные люди, которые диктуют повестку Зеленскому и всем остальным, это как раз оптимальное количество. Если прям максимально коротко, какой инструментарий они могут использовать? Инструментарий – глобальная термоядерная стратегическая война с последующим голодом, потому что в термоядерной войне погибнет 200-300 миллионов в течение нескольких часов, а после этого от голода погибнет 4 миллиарда человек. Вот этот инструментарий или 5 миллионов. И живые позавидуют мертвым, сказано. И живые позавидуют мертвым. Так вот, наша задача, на которой я и мои коллеги работаем уже 8 лет, раскрыть этот преступный замысел, сделать невозможным его осуществление. И для этой цели необходимо объяснить западному зрителю, потому что он живет в вакууме, в этом пространстве, в котором находится западный зритель, в нем нет РТ, в нем нет вашего канала, в нем нет Первого канала России, нет никаких источников информации, кроме тех, которые представляют Россию глобальным злом, которая напала на беззащитную Украину в 2022 году. Эта война началась не в 2022 году, эта война началась в 2014, эта война началась расстрелом... Кстати, Столтенберг это сегодня признал открыто, на всякий случай. От него не ожидали, но он признал. В 2014-м расстрелом своих собственных граждан на Майдане в спину оппозиционными лидерами и поддержанным потом переворотом, валидацией его командой Нуланд, Байдена и Обамы, они начали войну против России. Это прокси-война, она просто сейчас достигла той фазы, той красной черты, и дальше которой отступать России нельзя, потому что дальше потеря Крыма и потеря территорий и разрушение этой страны, великой страны, у которой тысячелетняя история, и гражданином которой я в том числе с огромным почетом себя называю и являюсь гражданином России. Я гражданин Украины, Америки и России. Вот представляете, как я живу с этим? Я все еще украинский гражданин, я с 2016-го гражданин США и с 2021-го я гражданин России. Игорь, только ради юмора пошучу, но скоро все будет одно. Скоро станет на одно меньше. Вы вспомнили 2016-й год, очень важный вопрос, не могу его не задать, потому что давно хотел задать. Мы помним тот эффект от фильма «Украина в огне». В целом, да, по самым скромным оценкам, минимум 350 миллионов просмотров по всему миру. Но очень важно понять, понятно, что фильм был не адресован ни нам, мы в курсе всего этого, мы живем с этим, мы знаем, у нас свидетели в студии, в эфирах. Вы адресовали это Западу. Запад обыватель услышал, увидел, какая реакция была. Вот тот обыватель, у которого нет тех каналов. Я хочу немножко поправить, 350 миллионов аудитория, человек. Аудитория, аудитория, не просмотров, да. А просмотров значительно больше, потому что некоторые смотрят фильм по три, по четыре раза. Конечно, конечно, аудитория, 350 миллионов. Самый простой пример, как реагирует западный зритель. Во-первых, очень хорошо работает что? Фильм начинается с названием «Украина», то есть «Ukraine and Fire». То есть он садится, открывает свой смарт-тв, вбивает Украину. И ждет, сейчас будут хвалить Майдан. И что выходит на Apple TV, на Амазоне, выходит «Украина в огне». Он вынужден вас смотреть, и вот здесь 180 градусов. То есть это не моя похвальба. Это реальная оценка тех, которые пишут мне и говорят, после просмотра вашего фильма я удалил заставку со своего рабочего стола, на котором стояла разбитая Мрия и украинцы возле нее с украинским флагом. Игорь, а как она вообще, эта заставка у них стала появляться? Я никак не могу понять, почему такое политизированное общество? Каково им дело до Украины? Очень просто. Вы знаете, во-первых, Запад – это общество, которым манипуляция сознанием массового обывателя достигла потрясающих высот. Потрясающих. Потому что так, как промывают мозги там, не промывали фашистской Германии. Это делается очень аккуратно, это звучит полифонично, это оркестр, но в этом оркестре нет альтернативного зрения. Вот такой альтернативный взгляд на ситуацию мы с моим другом, партнером и моим учителем Оливером Стоуном, которого я очень люблю и 8 лет уже нахожусь в его обучении, мы предоставляем западному зрителю. И этот зритель это ценит, поверьте. Вот сейчас последние примеры. Благодаря русскому аниматору Юрию Норштейну, который замечательный на все времена в Японии, признанный лучшим мультфильмом «Ежик в тумане», у нас кинотеатральная дистрибуция в Японии сейчас. Кинотеатральная, то есть в кинотеатрах. Германия дублирует продолжение «Украины в огне» на немецкий язык, потому что немцы любят смотреть на своем языке, как, кстати, и русский. С ними конкурирует Австрия, потому что большой Red Bull House, медиа, это огромный конгломерат, очень независимый. Они тоже хотят показывать «Украину в огне». Ну, то есть пробить можно все-таки эту стену? Пробить можно. У меня 17 платформ только в Америке показывают «Украину в огне». 17 платформ. Это очень интересный факт. В России две. Смотрим и Russia Today. А чем вы это объясняете? Очень просто, потому что здесь, извините, на большинстве платформ засели люди, которые считают, что они все еще вернутся на Netflix со своими замечательными сериалами, что они будут продавать вершине демократии вещи, которые они сняли за деньги фонда кино, и будут получать от них хорошие, и будут ездить туда. Что-нибудь о том, как вот какая-нибудь покосившаяся лавочка в далеком городе, и на ее фоне взлетает ракета. Здесь, моему народу, я пользуюсь этой трибуной для того, чтобы спросить, а с кем вы, мастера культуры? Может, вы с Соросом? Очень главное. Аплодисменты за этот вопрос. Может, вы с нашим новой дамы по демократии? Вы с кем? Игорь, что значит «может»? Может, потому что я все еще даю им шанс. Можно же и кровью искупить, можно на фронт пойти. А можно искупить деянием своим. Я поражен, потому что другие мои работы, офицеры в цвете, будут одни старики, отец солдата, не находятся тоже спроса на платформах. А это нужно современные истории про Донбасс, про Сирию. Может, мы современную историю про Александра Невского сделаем? Или про Суворова Нового, Нахимова? Это наше наследие. Если вы будете делать современную историю про Александра Невского, получится прокачка. Мы должны воспитывать поколения нынешних на подвигах наших предков. А вот мой большой друг и товарищ Стоун, он очень любит русское кино. Мы с ним, когда летели в 2019-м снимать интервью с Владимиром Владимировичем, мы смотрели с ним фильм «Т-34» по дороге в Москву. И он меня хватал за руку, там есть такой момент, когда башни поворачиваются, знаете, это саспенс, он хватал меня за руку и держал. Великий режиссер, который вписал свое имя, ему не надо ничего, не нужен Голливуд, он презирает Академию, он презирает все вот это вот. Он человек с огромным мужеством, с огромным уважением, относящийся к нашей стране, любит русское кино. Это, во-первых, делает нам честь, мы уже что-то можем здесь делать, то, что любят великие там. Вот ему не безразлично то, что происходит здесь. Почему это безразлично людям, которые здесь поставлены окучивать, так сказать, мозги? Может быть, я думаю, что если бы они лучше делали свою работу, может быть, там полтора миллиона не уехало бы от мобилизации. Вопрос, какая это работа, во-вторых, кстати, эта цифра, которую вы сейчас приводите, они, так скажем, мягко говоря, неточные, потому что их раздувает западная пропаганда. Но я к чему скажу, Игорь, наш президент очень точно это охарактеризовал. Он сказал, что они давно связали свою жизнь с Западом, и они видят свое будущее там. Они, конечно, находились здесь и зарабатывали деньги здесь, но свое будущее они видели там. Или под началом тех людей, которые оттуда будут ими, условно говоря, руководить? Давайте пообщаемся, покомментируем. Пожалуйста, Юрий, вам слово. Вы слушаете, ну я сразу с места в карьер. Родная душа просто, Игорь. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что вы говорите. Остро. Абсолютно. Вот правда, потому что когда вы высказываете по факту нашу боль тоже, я же работаю тоже, получается, в отрасли культуры, деканом Московского государства, и вижу, как реагируют наши деятели культуры на то, что происходит. И когда звучит от вас, в том числе вопрос, где и телекультуры, вы с кем? Да, этот вопрос у меня уже звучит который год, и точно так же, как вас, и меня тоже не слышат. Но я предлагаю пойти другим путем. Как говорю, классик. Юрий, простите, перебью, пока не потерял. Это очень важно. На самом деле, Игорь для меня сейчас очень страшное произнес. Он сказал, 17 площадок меня крутят в Соединенных Штатах. Это ответ на вопрос, знают они там что-то или не знают? Знают. И, видимо, они с этим согласны. Их это устраивает. Их устраивает, когда русский идет войной на русского. Понимаете? Их устраивает, когда... Я не соглашусь. Я не соглашусь. А где тогда? Где реакция? Я не соглашусь. Во-первых, надо понимать, что Америка страна расколотая. Там нет единства, как здесь. Там есть республиканцы. Это консерваторы, очень похожие на нас. Которые любят свою семью, любят своих детей. Дети в колледже, две машины в гараже. Это вот я. Я республиканец. Есть либералы, которые любят менять пол туда-сюда. Любят ходить с флагом. Любят кричать, что Путин изверх. Так вот, республиканцы-то за нас. Просто политику внешнюю до сих пор определяют демократы. Поэтому, когда внешнюю политику Соединенных Штатов, она очень персонифицирована, начнут определять республиканцы. А Маккейн же был республиканцем? Маккейн никогда не определял внешнюю политику, он был республиканцем. В этом вопрос. Вот вы говорите, когда республиканцы. Не соглашусь. Ну вот был республиканец Трамп, были республиканцы у власти. И что мы дружить стали? Войны не было. А летальные вооружения при Трампе пошли на Украину? Те, которые сейчас применяются? Хорошо. Легкая дискуссия. Давайте. Это нормальный, хороший вопрос. Способен ли Дональд Трамп остановить войну на Украине? Я считаю, да. Скорее всего, он способен нанести такой удар американскому обществу, от которого американское общество не будет способно продолжать войну на Украине. Может быть. Вопрос. То администрация Байдена будет продолжать войну на Украине? Изо всех сил. Почему? Потому что они покрывают свои собственные преступления. Ну, Буризма, сын Байдена. Да, сына там и так далее. Но сейчас уже вопрос идет о другом. Идет вопрос о самой существовании либеральной западной цивилизации. Потому что для России это война не на жизнь, а на смерть. А для Америки это был всего еще один проект, кого пограбить. И вот они обозначили нашу страну, нашу родину целью. Это очень серьезно. А вот если я вам... Это война на уничтожение. На разграбление, на разделение территорий, на отъятие, уничтожение ядерного потенциала, в том числе конвенциональным первым ударом. И последующее стравливание. И вы знаете, что самое страшное? Что у них уже часть получилась. Потому что Украина есть. Вы посмотрите на Казахстан. Я снимал 20 месяцев кино в Казахстане. Называется «Казах. История золотого человека». Где спикером Оливеру Стоуну отвечал на вопросы Нурсултан Назарбаев. Человек-легенда. Почему мы сейчас не уделяем внимания стране, у которой с Россией 7,5 тысяч километров общей границы? 2,5. 7,5 тысяч километров. Я что-то путаю, наверное. Вы путаете. 7,5. Самая протяженная граница у России с Казахстаном. Это страна, которая наш естественный союзник Российской Федерации. Сейчас в обществе формируется совершенно ложное представление о тех процессах, которые происходят там. И там формируют совершенно ложное отношение к тому, что русские думают о них. Это надо менять. У меня к вам вопрос такого плана. Вы говорили про американский народ. Вы говорили о том, что он разделен. Вы говорили о том, что нас пытаются обмануть. Вы говорили в том числе и о Казахстане, где формируют неправильное мнение о России. И о России, где, например, формируют неправильное мнение о Казахстане. Вопрос. Считаете ли вы американский народ первой жертвой той самой пропаганды, которую сейчас Америка распространяет в других странах? Вы знаете, американский народ – великий народ. Это великая страна с великим народом. И он, в конце концов, все сделает правильно. Но, как сказал один из великих, по-моему, Марк Твен, перед тем, как сделать все правильно, он перепробует все неправильно. Вот это то, как надо относиться к тому, что сейчас происходит. Та внешняя политика Госдепа и империи хаоса, она не является политикой американского народа. Это антинародная, антиамериканская политика людей, захвативших власть в ходе фальсификации выборов в 2020 году. Они украли у Трампа его власть. И они сейчас используют эту власть для развязывания Третьей мировой войны. И уже ее развязать. И первая жертва этой войны, по сути, американцы. И одной из жертв этой войны будут американские народы, в том числе, но и мы. И все остальные народы, проживающие на этой планете, включая народ буровьев. Я прошу прощения, Игорь, но вы вернетесь из Лос-Анджелеса, а с Юрием нам еще здесь жить. Я должен вернуться ему туда. У него удар тяжелый, мы знаем. Я возвращаю слово, да. А я вот как раз хочу объединить, значит, вернется, не вернется, вернется, дай бог. Но хочется, чтобы сюда приезжал, поскольку гражданин России. Правда, благодарен за то, как вы все это видите, обсуждаете. Я вот по поводу темы еще буквально пять копеек ставлю. По поводу Америки вас удивляет. Мне кажется, там все нормально. Меня удивляет, что у нас всего двое, да, взяли в прокат. При этом фильм «Сваты» Зеленского показывает зараза на каждой платформе, как будто там им медом намазано, понимаете. И все об этом говорят, сколько можно кормить эту зеленую тварь. И все покупают его «Сваты» и все остальные фильмы с участием этого мерзавца. Ладно, это опустим в другую сторону. Игорь, у меня предложение на будущее. Все-таки задумайтесь, может быть, вы могли бы прийти и преподавать в нашем институте режиссуру для наших студентов. Я бы очень этого хотел, честно вам скажу. Я был бы счастлив, и наши студенты, я думаю, тоже. И второе. Вопрос. А за посредничество что-то полагается? Нет, это не посредничество, ребят. Я вам честно скажу. Я про себя, но сейчас. А, в этом смысле. Вы можете тоже поучиться. Могу лекцию поучиться, можете. Я к тому, что... Игорь, у меня вопрос такой. У вас на Украине наверняка есть родственники. И я не знаю, вероятнее всего, как и у меня. Там, наверное, есть те родственники, у которых тоже крыша за Майдан потекла, и которые, наверное, не слышат, не видят ничего. Скажите, пожалуйста, какие убийственные аргументы вы для таких неверующих родственников, или знакомых, не суть важно, приводили, которые они отвергли? Вот что для вас было на самом деле сюрпризом. Потому что, кажется, оно уже настолько очевидно, он и это отвергает. Хороший вопрос. Не только родственники. Там дети мои некоторые отворачиваются от меня, называя меня фашистом, пособником Гитлера. Да, есть родственники. Не хочу о них говорить. Недавно, по-моему, погиб мой брат сводный под Бахмутом. Он воевал в егерской бригаде украинской. У меня очень мало к нему аттачмента. Мы от разных матерей. Я его видел раз в жизни, но я пытался его найти в русской тюрьме, а его нет. Это значит, что он погиб. Вот это их главный аргумент. На сегодняшний день все аргументы исчерпаны. Все, что мы могли сказать, сколько ты не будешь читать книги, стихи, показывать фильмы нацистам. Нацисты от этого не перестанут быть нацистами. Их надо за шкирдяк вытащить из подвала, как это делали наши деды в Берлине. Посадить сначала на скамью подсудимых, судить, а потом расстрелять. Или лучше всего повесить, как висели бандеровцы на Крещатике, закатанные в смолу, и висели долго, несколько месяцев, чтобы все жители города Киева видели, ходя мимо этих висящих трупов, что будет с всяким, кто пойдет по бандеровским стопам. Вот это, Юрий, ответ на ваш вопрос. На сегодня время аргументов исчерпано. Они пришли нас убивать. Мне считают некоторые, что я приехал сюда за деньгами, я приехал сюда на войну. Они думают, что я приехал отнять у них деньги, я приехал отнять их души и отправить их на высший суд. Потому что для меня эта война священная. Вы знаете, я считаю, что когда ты считаешь, что атаку на свою родину священной войной для тебя, тебе не нужны указы президента, тебе не нужно объявления каких-то военных положений и чего-то еще. Ты сам будешь относиться к этой войне, как к своей священной войне. Вот почему я каждое утро пою эти песни времен Великой Отечественной. Вот почему я здесь и почему я очень признателен вам за платформу. Извините за острость. Нет, все так. Спасибо большое вам, Игорь. Аплодисменты еще раз. Игорь Лопатенок, аплодисменты. А по поводу того, что острость, так мы вообще всегда любим такие фишки. Нам это нравится. У вас интересный стиль изложения. Юрий, это конкуренция. Но вы правильно, вы сразу решаете конкуренцию простым образом. Вы говорите, давайте-ка работать на меня. Не на меня, на Россию, на Россию. Я шучу. По поводу промывки мозгов с того же Запада. У них там есть один из любимых сериалов. Сейчас он, по-моему, еще идет или закончен уже. Про детей, очень странные дела называется. Опять же, объясню. Я тут с либералами общаюсь, с молодыми такими сериальниками. Я говорю, а вы на стоп поставили, когда главную завязку вам объясняли, откуда вообще появилась эта чудо-девочка. Что она результат программы МК Ультра. Мать, пичкали наркотиками. Что такое МК Ультра? Кто-нибудь на стоп поставил? В Википедию свою залез, прочитал? Нет. То есть вы, говорю, вот просто любите, потому что нравится. Никого, говорю, не интересует, что вам даже те же самые сценаристы, там сидящие, пытаются месседж донести, что у них есть порочные программы, убивающие и убивавшие граждан. Кстати, Александр нам рассказывал, что МК Ультра так и не закончена. Да, Александр? Она действует только секретно. Убивавшие граждан Соединенных Штатов, а их даже это не интересует. В популярном контексте. Ну, неосознанные люди. Сейчас сделаем небольшую паузу, после этого смотрите. Спецоперация «Здесь и сейчас». Как наши войска берут стратегически важные для России рубежи? И почему Зеленский отдает приказы бомбить с боевых вертолетов монастыри с мирными жителями? Расскажет военкор и Сергей Среда, Иван Копыл. Продолжение следует...